В зале судебных заседаний 17-летняя Маргарита Фурман находится в окружении родителей. Сегодня в Фрунзенском районном суде проходит предварительное заседание. Судья должна определиться, принимать ли к рассмотрению обвинительный акт. Сторона защиты просит суд вернуть его прокуратуре. Уверяет, в ходе досудебного следствия не были допрошены все свидетели и не проведены нужные экспертизы. Считаю, что прокурор в своем действии нарушил право несовершеннолетних форм на защиту подставленного уголовного процесса законодательства. Нечидо вышеизложенное руководство из 45, 47, 314 руководства Украины прошу суд возвратить обвинительный акт в прокурору. В конце октября 2016-го общественность Харьков сколыхнула видео жестокой расправы с котенком. Оно было размещено на странице Маргариты Фурман ВКонтакте с указанием, что смерть котенка – не повод для жалости. Именно эта публикация и стала причиной открытия уголовного производства. Девушку подозревают в пропаганде насилия и жестокости. В рамках досудебного следствия, отмечают в прокуратуре, были проведены все необходимые действия. Выдвинутые обвинения правоохранители считают полностью обоснованными. Если адвокаты считают, что необходимо заслушать еще каких-то свидетельств или провести еще какие-то додатковые экспертизы, это абсолютно можно сделать в рамках судового расследования криминального проведения. Заслушав обе стороны, судья решила, что предоставленный прокуратурой обвинительный акт соответствует действующему законодательству. Как-либо прокомментировать решение суди сама Маргарита Фурман отказалась, подчеркнув, что виновный себя не считает. От комментариев отказался и отец подсудимой, также представляющий ее интересы в суде. Законный представитель якобы обвиняемый. Нет, и имя в смысле и фамилия? Нет, и личные данные, и не разговор. А просто имя хотя бы? До свидания. Так, подождите, может просто надо же как-то к вам обращаться? Первое заседание, по сути, состоится 30 марта. Слушание дела будет проходить в закрытом режиме, учитывая возраст подсудимой. Оксана Нечипаренко, Михаил Воронков, Агентство телевидения Новости. Субтитры создавал DimaTorzok